Чё, алё, всем привет, а как это он достиг 10 уровня в навыке? Непонятно. О, сори, они уже лучшие друзья. Я, говорит, классный, скажи. Конечно, на муху-то не похож. Подожди, заступить на дежурство. Это вот сюда надо тыкать? Нет, что-то не то. Может быть вот сюда? Да, заступить на дежурство. Топай, короче, мы будем замечательными сейчас. Человек, а ко мне мы будем патрулировать улицы, говорить людям, что всё в порядке. Я думаю, в первую очередь мы пойдём в стрип-клуб обследовать. Я думаю, это замечательно. В мужской, естественно, в мужской, естественно. Мне кажется, там чаще всего какие-то происшествия происходят. О, Петров! Ой, ты какая кисонька, смотри какой. А как это мы здесь оказались? Мы, честно говоря, планировали заступить на дежурство. Ладно, пописать можно заодно пока. Почему у тебя рука вылезает из моего пузика? Чем заниматься собираетесь? Ой-ой-ой, гляньте, гляньте, Рэджи на дежурство пошёл. Я уже могу красить свой дом в радужный флаг. Кто не знает, в Америке в легализованную форму вошёл закон о геях и лесбиянках. И у них флаг это большая радуга. Так что я думаю, Рэджи с Николаем достойны этого флага в первую очередь. Рэджи ведёт себя как мужик в этих отношениях всё-таки, вы посмотрите. Я уверена в этом. Нет, нет, я не могу на это смотреть, нет. Мои гомофобские чувства сейчас внезапно просыпаются. Вот прямо сейчас я чувствую прилив. Эй, дайте я что-нибудь по делу с уткой. Кря-кря, я тоже хочу. Может быть это намёк на то, что следующее дополнение будет с животными? Там будет уточка, там будет много уточек, всяких гусят и так далее. Мне кажется, это было бы замечательно. Вообще, я очень жду, что в следующем дополнении можно будет купаться в речке, в этих камышах, запутаться ногами, утонуть. Может быть, Петров какой-то, не знаю, крутой общественный деятель? Потому что наш Рэджи может филонить и делать что хочет. Он яйки чесать, короче, у него дома и делать их, будто бы он детектив. Мы знакомы всё второй день, но он уже счастлив. Я слышала, что на этом чудесном участке можно рыбачить и найти семена проглотис-людоедия. Проглотис-людоедия это большое такое растение, похожее на корову, которое жрёт других насекомых. Ой, этих семов. Ну, семы-насекомые одно и то же. Самое время Рэджи приступить к этому, учитывая, что он единственный, кто может найти на этом участке хоть что-то. Потому что никто, кроме нашего Рэджи, на этот участок попасть не может. Никто не знает, сюда вход. Тьфу, яблоко, нет, лови семена. Что ж ты делаешь-то, какие яблоки, они вообще на деревьях растут. Почему ты в речке яблоки ищешь? Хоть золото бы нашёл, и то бы более поняла тебя. Тёма, селфи уже когда-то успел сделать. И стул где-то стырить. Самое время учиться играть на пианино. А, точнее, на фортепиано. И, к сожалению, время уже у нас 3 часа ночи. И мы будем играть на улице, потому что в доме места нет. Ну кому какое дело? Кому не нравятся соседи, тот может что-то попробовать возразить. Рэджи мужик. Парниш, играй, не стесняйся, и вообще всё хорошо. Да-да, давай, погромче это можешь делать. Музыка плохого качества? Слышь, это твой ребёнок. Ты теперь должна терпеть всё дерьмо, которое он делает. Да, я вижу твоё лицо. Ты наслаждаешься? Лучше старайся, лучше. Так оно и будет. Мы будем фотографировать и параллельно играть музыку, чтобы нашим друзьям, которые приходят на фотосессии, не было скучно. Начнём сразу с зеркалки. Мы не будем фотографировать всё телефончиком. Нахрен кому надо? Ребёнок пришёл поговорить? Нет, мы пойдём фоткаться. Мы настоящие дамы. На фоне унитаза. Да. Вот так. Вот так. И вот так. А ещё можно с фильтрами, что ли? Ой-ёй-ёй. Оуу. Я даже не знаю, что выбрать. Тут, оказывается, есть фильтры. О, вот это. Давай сфотографируемся вместе с Куни. Может быть, так оно лучше будет. Только интересно, кто нас будет фоткать? О, во. Шикарно. Не, я сама настрою, пожалуй. Так, вот так. Ну, блин, на фоне стены не очень хочется фоткаться так-то. О, боже мой. Как можно было так пальцем фотку заслонить? Говно. Вообще, я не пойму. Фотографировать, закрывая объектив пальцем, это какая-то новая степень художественного мастерства? Может быть, это, знаете, новая перспектива в арте даёт человеку в его развитии. Как можно было не заметить, что у тебя палец на объективе, на зеркальном? Это же нужно, во-первых, растянуть руку так, чтобы он попал на объектив. А потом ещё её не заметить. Фельдшер. Это значит, я буду... Подождите, фельдшер. Нет, акушер рода принимает. Я думала, что я сейчас буду рода принимать. Думаю, нет, только нет, я больше никогда не буду играть в Синс. Нифига так зарплату, смотрите, аж в три раза подняли. Я могу дать плохой совет по медицине с третьим уровнем навыка пакость? Приходит ко мне какая-нибудь бабулька, начинает жаловаться, что у неё всё болит, и я ей такая, короче, завариваешь подорожник, добавляешь туда сахарочечку, крошечку, крошишь мармеладочки и заливаешь в уши. И она такая, да, да, конечно, приходит, короче, у неё там все уши слиплись из-за жидкого мармелада. И что вы мне посоветовали? Я такая, что вы хотели? Я всего лишь фельдшер. Все в восторге от новой работы приезжего художника. Сиса может высказать мнение, что приезжий художник деревенщин или присоединиться к мнению большинства, считающих, что его работы меняют искусство. Высказать противоположнее, присоединиться к ней, высказать противоположное мнение. Сиса говорит, что самая известная работа художника всего лишь красный квадрат с синей точкой. Её мнение не поддерживают коллеги, она не потому что считает, что Сиса просто ничего не понимает. Ну и ладно, зато вон Реджи до офицера повысили. Нифига, ему тоже зарплату даже не в два. Аня в три, в три раза тоже подняли, у него новая одежда, охренеть. Ну всё, раз он офицер, мы теперь можем точно отправляться с ним на работу. Это наверняка будет куда как интереснее, чем в предыдущие разы. Да, отлично. По три прям по печенькам с пеной. Малыш давно не травился, наверное. Я поняла, у него нет своих детей, он, видите, как злобно смеётся. Он хочет и чужих отразить. Эй, 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 детям нельзя такое смотреть, дружок. Куда смотрят твои родители? Переключи этот канал. Это же ужастики. Всё-таки не в дядьку. О, всё, танками, говорят, охерачивать надо. Самая адекватная идея во время зомби и оборотней апокалипсиса. Кстати, полно фильмов, знаете, я подумал с зомби-апокалипсисом, но с оборотней апокалипсисом ни один не связан. Иди фоткайся, ты должен снять твоё напряжение. Я не суперфотограф, ничего не понимаю в фотосессиях, но я думаю, что вот так вот можно. Вот так, типа норм снимок, смотри, такой типа на пафосе. Немножечко правее от центральной линии. Сейчас очень модно такие фотографии делать. Акуни, ты гля, в какую позу встала? Ужас вообще. Та самая парочка, которую мы изначально создавали. Помните, они должны были быть мужем и женой изначально? Ну, конечно же, ничего не вышло, женщины захватят мир и всё такое. Представляю вам нашу гордость, личная стена воспоминаний, а точнее здесь указаны все, кто можно в нужном для них возрасте, именно в том возрасте, в котором я бы хотела их запомнить навсегда. И Рэджи злой, он посередине, потому что по бокам сексуальной тёлки, а он остался один, и безвыходная ситуация стал геем, короче, просто жизнь под откос пошла. И счастливый Рэджи, потому что ему нравится его работа внизу, и ребёнок после сна, это справа снизу, и ребёнок до сна, слева сверху. Ну и, конечно же, ещё раз обращаю внимание на сексуальных тёлочек по бокам, в красном платьишке и зелёными волосами. Вот это вот рентген, у нас до сих пор забираешься на холодный большой железный стол, где тебя большой пугающий жужжащий аппарат исследует. У-у-у, это очень страшно, и потом ещё плюс ко всему получаешь облучение, и так выходишь. Нормально всё, Куни, ты под контролем держишь происходящее? Мне кажется, ему прям в глаза лучи светят. А, смотри, тело, точно, я его на рентген отправила, хотя это было не нужно. Калибровать это значит понимать, что происходит? А интересно, у всех на рентгене вот такие квадратики, которые нужно ловить? Тогда я понимаю, почему вы выбираете профессии врачей, это так весело. О, попала, 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 хорош. Пора устраивать вечеринку, здесь у нас что, скульптуры, а где же барные стойки? Это оно? Нет, это тумбочки. Тумбочки, а вот барная стойка, отлично, мы получаем стол для фуршетов, какого можно выбрать цвета? Фонтан, всё, шикарно, шикарно, я считаю, отличная будет вечеринка, играть нам будет пацан. А что ты делаешь, писаешь? Не, давай поговорим с ним, давай приветствуем дружески. Нам нужно общаться с гостями, почему-то нас заставляют это делать. Наполним фонтан с сыром, фруктовым коктейлем и шоколадом. Шоколадом, конечно, я родневой покупала это дополнение. Какая весёлая вечеринка, уху, уху. Что, зачем ты пришёл на вечеринку с куском глины? О, шоколадер, течёт, как будто бы кровь из мумии. А кто-то кусок глины положил мне с того, чтобы сесть сюда. Замечательно, Реджи, Реджи, что это за костюм? Это, по-твоему, официальный костюм? Шикарно. Когда больше не о чем разговаривать, мы переходим на разговор с Лауми. А, это шутки, шутки, сразу не догадалась. Ой, как она на неё смотрит, поглядывает. Что это был за взгляд, типа, ух уж эти девушки, что они творят. Вечеринка, кажется, провальная, надо было ещё торт поставить. А, ты карты прямо в бутеры положила, нормально, кунь. Эй, самое время просто играть. У неё же жирные руки. Она жирными руками карты трогает. Почему этот парень сюда сел? Ладно, пускай мы сел. Эй, ребята, а чё там с вечеринкой вообще? О, она резко до серебра поднялась сама. Кто-то телек просто сидит смотрит. Пришёл на вечеринку, чтобы позалипать в телек. Я буду считать, что это хороший знак. Лама на вечеринку. Неплохая вечеринка, может, в следующий раз ваш персонаж сможет поставить больше стульев. Новый стул уже появится в багаже. А, уже появился. Хорошо. Значит, всё остальное можно продавать? Побросали тарелки кругом. Никому ничего не надо. Вот теперь убирай за ними. Кусок глины мы, конечно же, оставим. Куда мы выкинем нашу бедную ламу? Можно спросить, чему эти персонажи учатся? У них растёт навык сна? Я бы тоже с удовольствием выращивала такое у себя в голове. Я спать могу 24 часа в сутки. Почему у меня никаких навыков не растёт? Хотя, наверное, это как раз мой новый скилл. То, что я могу 24 часа спать, не просыпаясь. Что появить? Сфотографировать место присо... И как? Что? Да тихо. Не хочу я покупать семена для гурманов и прочее. Как тут сфоткать? Взять заявление, давай. А, вон она как фоткает. Ты здесь фоткаешь? О, фотография улицы. Такой небольшой, говорит мой холодильник. Короче, это гном. Всё, я раскрыла действие. Тут, по-моему, только один свидетель был. Где мне... А-а-а, вот ещё. Он пришёл и поджёг всё, что у вас здесь есть, что ли, я не пойму. Как вы впустили его в дом? А-а-а, у вас здесь стоят свечки. Я поняла, это просто свечки... А, нет, свечки на холодильник не могли упасть. Это странно. Возвращаемся. Да-да-да, очищаем место преступления. Вообще странно, знаете, что я уезжаю в участок, и все сразу быстренько всё потёрли. Насколько я знаю, в полиции на несколько дней огораживают дом или место преступления, не разрешают туда входить, переселяют жильцов в какое-либо другое помещение, чтобы следствие без труда могло всё ещё и ещё несколько раз посмотреть. Но это же Симс! Они просто вымоют дом. Я смотрю, вы усердно все работаете, да? Ага, вот по этому чуваку особенно видно. Такой ножками болтает. О, начал составлять, молодец. Подозреваемый носит шорты? А как это ты его сфоткал? Не поняла. Если он носит шорты... И мои камины не фотографировали. Наверное, это всё связано с непонятными выводами Реджи. Выяснилось, что подозреваемый носит пиджак. Пиджак и шорты. Всё, я уже ненавижу его. Почему он вернулся в дом? Патрулировай два часа. Патрулировать отправиться... Нет, мне нужно патрулировал, чтобы ты... Кто-нибудь видел мужика в шортах и пиджаке? Алло, мне ещё штраф надо выписать. О, вот женщина в шортах и пиджаке. Приветствую дружески. Так, и вот ей выпишешь штраф, потому что она в шортах и пиджаке. Дружелюбное действие, выписать штраф. Угу, 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 тебя понятно. А вот это нельзя за оскорбления там всякие? Фак, кажется, я только что улику упустила. Блин. О, вот этому чуваку выпишем штраф. Блин. Я, кажется, только что подружилась с преступником. О, я выписала штраф, типа якобы. О, о, задри, задри, задри. Он делает вид, что я всё выполнила. Выпустим ориентировку, вот такие дела. Пускай они ловят ту женщину, с которой я немножечко подружилась уже. Ну, вообще-то, да, тут написано, что это явно... Что за херня? Опять к Петрову в дом, наверняка. Я уверена, я уверена. Сейчас увидите. Сейчас окажемся у Петрова дома. Эх. А, нет. Ну-ка, ну-ка, что? Ориентировка. В этом участке был обнаружен подозреваемый, подходящий под описание в ориентировке. Расспросите персонажа, может кто-нибудь укажет на подозреваемое. Ну-ка. Если он тоже покажет вправо, то это прям будет очевидненько. Быстрее, у нас уже рабочее время заканчивается. Вот, вот, давай вот, вот этой спроси. Нет, не сиди, не залипай, Редж. Редж. Все, арестовать. Арестуй эту женщину. Ну, пипец. А, игра, как ты вовремя залагала. Спасибо тебе, игра. Непотребности не падают. Нет, падают. Отлично, Реджи-мужик просто умрет, сидя на этом диване, я так подозреваю. Можно попробовать сменить контроль туда и обратно? Может быть тогда? Реджи отлагает. Я хочу, чтобы он арестовал эту женщину. Хорошо, теперь обратно сменить контроль на Реджи-мужика. Шикарно. Арестовывай ее. Я тебе точно говорю, это она. Незаконный арест. Ой. Хорошо, а спросить про подозреваемого можно? Может быть вот эта женщина? Давай, она. Она, точно, точно. Вот она, я тебе точно говорю. Подозреваемого. Я угадала, я угадала. Да! Да! Как хорошо, как хорошо, что я угадала. Реджи! Случилось чудо, и он пошел. Обыскать, снять список, просить, допросить. Иди, допрашивай. Блин, у меня рабочее время скоро заканчивается. Я боюсь, я не успею. Пожалуйста, успей, Реджи. Я не хочу отправиться домой, до того, как ты ее допросишь. Ну-ка... Ай, фак! Не успели! Только сели. Я ненавижу эту игру! Ладненько, на этом мы с вами эпизод заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Ева из Синс4. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!